дорогие друзья перед вами сосна обыкновенная но выглядит она конечно не как обыкновенная сосна это не ваки японцы говорят садовая форма дерева где вы что-то меняете обрезаете оттягиваете называется не ваки эту сосну я формировал пять лет каждый год на боковой ветке то есть я обрезал вот новообразование веточек вот эти отростки на первый год здесь обрезал на второй год здесь обрезал на 3 здесь обрезал получается что просто вот вытягивается вытягивается это вот ваша ветка с шапкой и сегодня мы будем обрезать самое крайнее вот их здесь раз два три 4 5 5 вот этих вот новых веточек маленьких пойдут под обрезку а также мы будем формировать вот эту шапку шапку но вот этих новообразований зеленых да мы будем обрезать их больше чем наполовину это стимулирует более длинные иголки то есть она становится более пышная и таким образом мы будем делать вот такой большой красивый шарик на всех этих кружочках у сосны обыкновенной очень интересное название по-латински называется она pinus silvestris так что в принципе если такая красавица растет у вас в саду и хочется чуть-чуть приукрасить название почему нет у меня необычная сосна у меня же pinus silvestris для обрезки нашего шарика можно использовать обычный вот такой вот кусторез секатор можно использовать электрические это будет просто быстрее значит и обычным секатором получается мы убираем вот эти крайние веточки маленькие это позволит нам удлинить общую длину наши с вами шапочки не бойтесь что вроде бы кажется вы ее оголите там еще что-нибудь поверьте все отрастет станет она еще более пышнее кстати вот эту я тоже бы обрезал ну практически все вот так мы делаем со всеми нашими шапочками красавица итак мы закончили формирование обычной сосны стиле неваки значит как видите все шапочки мы подровняли все новообразования мы подрезали как минимум наполовину также мы удалили лишние старые вот здесь вот маленькие веточки для того чтобы удлинить вот эту вот основную ветку чтоб эта сосна выглядела очень эффектно и красиво итак дорогие друзья вы все поняли что все это очень легко и просто это может сделать каждый человек который владеет простыми приспособлениями типа секатора значит еще один момент растение получила стресс желательно его хотя бы полить ему водички а лучше подкормить каким-нибудь удобрением все удачи и и и и и и и Продолжение следует...